Мы сейчас находимся в районе сосредоточения танково-силенового батальона. Штаб где его? Штаб находится где-то метров 200 здесь, где будет место доклада. Мы здесь стоим лоб в лоб под Побрады. Побрады от нас где-то километров 30. Ну если, грубо говоря, наступают они с района Побрада, это зона ответственности этого батальона или другого? Между двух батальонами. А мы точно перекрываем батальоны? У них есть обходы какие-то. Могут обойти? Могут обойти. Но это основная ветка? Это основные дорожные направления. Нет, могут обойти. Могут и по лесу пройти, но по лесу уже трудно пройти. Они не развернут технику, точнее. Вот я и говорю, поэтому могут ли они обойти нас здесь? Проблематично. А, достаточно батальона силы здесь? Для ведения специальных действий? Да, так точно. Генерал Вороноленко, здравия желаю. Ну, с твоей точки зрения, как они тут развернулись? Поспрашивал все, почему тут БМП, почему здесь танк, все объяснили. Молодцы. А что плохо? Что плохо? Ну, местность такая лесная, это хорошо, да. Это хорошо. Не знаю, что плохого тут отметить. Ну как, ничего нет негативного? С моей точки зрения, я доходил до каждого солдата, кого видел. В траншею прыгал, ход сообщения. Ротного допрашивал, как, что спали. Хорошо, а стратегические точки зрения мы сможем противодействовать здесь? Наши для обороны вполне достаточно. Достаточно? Да. Доварищ президент Республики Беларусь, в настоящий момент на северо-западном операционном направлении обстановка остается сложной и имеет тенденцию к нарастанию напряженности. Это подтверждено создаваемыми вблизи государственной границы Республики Беларусь на приграничной территории инженерными сооружениями в виде противотанковых рвов, огневых позиций, а также созданием складов и сосредоточением на них материально-технических средств и боеприпасов. Кроме того, усилена охрана государственной границы. В настоящий момент проводятся учения на территории Германии, Литвы, Польши и Норвегии Квадрига-2024. В этих учениях на территории полигона Пабраде, который находится в 15 километрах от государственной границы, у нас выполняют задачи и проходят подготовку три батальона. Один танковый американский и два немецких. Один пехотный и один механизированный батальон. Организационная штатная структура представлена на слайде. Но они развернуты полностью на этом полигоне и там тренировки. И так точно они находятся отрабатывать вопросы на полигонах. В настоящий момент в среднесуточном режиме фиксируется ведение разведывательной деятельности против Республики Беларусь с напряженностью 4-5 самолета вылетов. На северо-западном операционном направлении на настоящий момент находятся 132 самолета противника, которые в случае развязывания агрессии могут быть применены непосредственно на северо-западном оперативном направлении. Вместе с тем три батальона. Серьезно думаю, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них. Противотанковые рвы зачем ровят? Мы же не собираемся туда идти. Мы нет. Любая подготовка к войне и война, к сожалению для кого-то, это экономическая выгода. Но мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут, это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти. Совершенно нет, товарищ президент. Ну, чтобы мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Суванский коридор? Сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну вот, оттого. 42 километра. На прямую 40. Если по прямой, а если по границе, около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Но в данный момент, не считая Польшу, там же у нас западное оперативное командование. Вот этот северо-запад, тебе придется противостоять Балтийским республикам. И часть Польши ты прихватываешь? Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Спланировано, ты уверен, что это по фронту, эта территория, ты ее удержишь своими войсками? Существуют документы военного планирования, все действия спланированы. Вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится. В том числе то, что предусмотрено, поставлено вашими указаниями. Сейчас уже исполняется распоряжением министра обороны в рамках подготовки укрепрайонов. Мы не просто выходим в районы проведения полевого выхода и в районы проведения учений. Мы в том числе, вот как сейчас, в реальные районы, чтобы личный состав, офицеры знали, местность знали, дороги знали, где, как, что. Чтобы целесообразно на местности могли принимать решения и были готовы непосредственно к реальным действиям. Вместе с тем, мы предусматриваем, что эти три батальона, которые находятся сейчас на полигоне Побрады, они могут быть использованы для проведения провокаций вблизи государственной границы. С использованием диверсионно-разведительных групп и незаконных вооруженных формирований, несмотря на то, что они находятся в 100 километрах. С Побрады. Так точно. Ну я тебе публично скажу, любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению. Так точно. Церемониться ни с кем не будет. Никто не должен ни с кем церемониться, и мы так и будем поступать, потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Так точно. Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Они понимают только силу. Два блокпоста одинаковые, да? Как точно. Задача их? Пока нету непосредственного воздействия противника, товарищ президент, на территорию Республики Беларусь. Они осуществляют совместно с представителями пограничной службы осмотр и допуск машин на данном дорожном направлении в дальнейшем в случае введения боевых действий. Несение службы наряда организовалось следующим образом. Первый имеет задачу не допустить. Дальнейшее подвижение противника по направлению Вильнюс, а также Ашмяна в случае возникновения противника. Медленно докладываю по средствам связи старшего начальника и жду дальнейших указаний. Сколько здесь человек размещено? То есть президент здесь размещается 20 человек личного состава в один контейнер. 40 всего? Так точно. То есть на весь блокпоста у тебя здесь расположено? Очень удобно. Вот, верно, даже... Тем железнодорожников, наверное, уже у всех позабирали. Все, что списывают, мы не берем. Коров, это нормально.